Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева, кандидат в сельскохозяйственной науки, и мы сегодня с вами поговорим о седиратах. Что с ними сейчас делать и как правильно заделывать массу седиратов. Вот вы видите на первом плане, значит, у нас пшеница зимая, и она у меня в системе севооборота на моем огороде личном, значит, для оздоровления почвы и для сорта смены служит. Естественно, для того, чтобы получить семена, я дождаюсь, чтобы она вызрела полностью и получить свои собственные семена. Значит, что я буду делать, когда полностью созреет? Колоски сожну, значит, солома будет отдельно, потом она будет использоваться для мульчирования земляники садовой. Значит, когда вы уберете надземную часть злаковых культур, если вы выращивали злаковые культуры, то вот эти вот стерни нужно будет обработать препаратами на основе триходермы и все заделать в почву, то есть перекопать. С фацелией немножко другая история, хотя опять-таки деструкторы тоже можно применять. Значит, вот вы видите фацелия, значит, я тоже фацелию додерживаю до тех пор, пока не отцветет полностью, потому что вы вот видите сейчас очень много пчелок, значит, собирают мед, это очень хороший. Медопродуктивность очень хорошая, медонос хороший. Значит, и пчел я, в общем-то, приучаю к своему участку, я стараюсь так с весны до осени, чтобы у меня обязательно что-то цвело, чтобы сюда прилетали пчелы и опыляли разные культуры, потому что, ну, проблемы с опылением без опылителей, как бы, есть многие культуры, которые от этого страдают. Значит, фацелию можно по-другому поступать с ней, да, можно, допустим, зацвели, основная масса цветения прошла, скосить, тоже оставить 10 сантиметров от уровня почвы, она обновляется, из пазушных почек, значит, развиваются новые побеги и вторичное цветение. Ну, я так не делаю. Значит, в прошлом году, допустим, у меня достаточно большая площадь была после земляники садовой, я ее отплодоносила, выкопала, засеяла седиратами, потом, значит, они зацвели, но уже, как бы, приближалась осень, и, в общем, я скосила, подвялила, потому что это зеленая масса, здесь оно высохнет все уже полностью, здесь была зеленая масса, значит, обязательно зеленую массу нужно подвялить хотя бы 3 дня, все зависит от того, какая погода стоит, если очень сухо, то и за год, но, в общем, зеленая масса должна быть подвялена для довоздушно-сухого состояния, то есть вы берете на ощупь, она так гибкая, но уже практически сухая, и тогда уже заделываете в почву. Почему это нужно делать? Подвяливать нужно обязательно, потому что если вы только зеленую массу заделаете в почву, особенно если у вас суглинки, то без доступа кислорода или с ограниченным доступом кислорода, правильно их говорить, значит, начнутся процессы гниения, а нам нужны процессы минерализации и, скажем, брожения потом. Вот, поэтому при процессах гниения очень много азот, накопленный в зеленой этой массе, он будет просто улетучиваться в форме аммиака, поэтому, ну, и дополнительно будет подкислять почву, поэтому так делать нельзя, нужно обязательно подвяливать. Значит, еще хочу обозначить, если у кого-то, допустим, не было там сидиратов, спецназом, да, ни крестоцветные, ни фацелия там, ни бархатцы, а просто сорняки у вас там, допустим, росли. Задача в таком случае не допустить вызревания семян на сорняках, но если вы, значит, эти сорняки скошите с измельчением, они тоже будут выполнять вот эту же функцию и снятие почвы утомления, потому что там разные представители будут из различных семейств растения, и зеленая масса, она никуда не девается, значит, если вы скосили ее, подвяли, заделали почву, она тоже будет служить органическим удобрением. Что я еще хочу вам показать, значит, здесь, в этом году я проделала такой эксперимент спецназом, специально, значит, использование так называемых кулисных посадок, да, когда вот экологи особенно рекламируют совместное возделывание культур, и я вот попробовала в этом году, значит, высевать сразу, высаживать картофель и в междурядях высеять, ну, в данном случае у меня конкретно был рапс, значит, сейчас мы покажем вам эту картину, ну, в общем, смысл в этом, этого не стоит делать, потому что однозначное угнетение, хотя у меня семена картофеля были пророщены, а семена рапса просто, сухие семена высевали сразу и в междуряде, но они густой щеточкой быстренько проснулись и развиваться начали одновременно растения, и, в общем, угнетение очень существенное. Я пробовала так, чтобы уж совсем уйти от амульчирования, ну, и думала так, что, значит, отрастет масса, я ее тут же, как бы, типа прополки сделала и тут же замульчирую, но, в общем, эффект вы видите, значит, он не радостный, с задачей не пустить в другую сторону растительность на тот этап, на том этапе справилась, это практически месяц уже прошел, как сидираты были убраны, но картофель очень сильно отстает в развитии, дальше мы вам покажем, картофель высажен, те же самые сорта, на две недели позже на другом участке соседнем, где уже я не высевала ничего, а просто картофель в ряды и чистый пар, там ситуация совершенно другая. Колорадских жуков это не отпугивает, поэтому, когда читаете вот такую литературу, вот, ну, собственно, я даже, наверное, основная цель была именно такая, еще посмотреть, как на колорадских жуков действуют, действуют, в общем, нормально они ее едят, справляются, поэтому вот такого делать все-таки не стоит, но это то, что касается сидиральных культур. Ну, а так крестоцветные можно высевать, и вот такой еще, значит, нюанс такой, да, если вы крестоцветные высаживаете, у многих проблема есть с земляничной нематодой, и многие, допустим, под сидиральными культурами держат несколько лет участки для потом уже последующей высходки земляники, садовой, ну, то, что в народе называется клубника. Значит, чтобы уйти от этой земляничной нематоды. Так вот, значит, крестоцветные культуры, они не способствуют размножению нематод, но нематоды образуют цисты, и даже если вы два года будете, значит, сидираты держать крестоцветные на этом месте, да, вы обогащаете органикой, но от нематоды вы никуда не уйдете, потому что в цистах, значит, вредитель сохраняется. Если вы будете держать под злаковыми культурами и на зеленую массу, или до отращивания, до возревания зерна, то в любом случае за два года цисты погибнут. Если вы будете возделывать бархатцы и фацелию, то за один год вы справитесь с таким вредителем, как нематода, потому что и одно, и второе растение, и бархатцы, и фацели, они выделяют вещества, которые убивают и цисты, и самих взрослых особей. Поэтому один из лучших, фацели, еще почему в приоритете? Фацели, она морозостойкая, ее можно самой ранней весной высевать. Бархатца – это африканское растение, оно теплолюбивое, и поэтому его нужно высевать уже когда тепло или через рассаду. То есть вы, допустим, в феврале, в марте можете посеять бархатцы в горшочке и как горшечная культура высаживать уже достаточно большие растения. И что касается именно вот такого свойства, как избавление от нематод, то здесь лучше мелкие бархатцы, не крупные, потому что алкалоидов больше содержится в мелких, мелкоцветковых бархатцах. Когда-то мне говорили, что есть такой сорт космос, но я пыталась его искать, в общем, не получилось найти семена, но в любом случае мелкоцветковые, не вот эти вот крупные, похожие на хризантемы, эти не годятся. Ну вот, собственно говоря, у меня все. Я желаю вам хороших урожаев и до следующих встреч. С вами была Тамара Ляпцева.